И другая тема сейчас. Рожденные в СССР, выросшие в Израиле, зачастую они владеют ивритом гораздо лучше, чем русским. И тем не менее, они просто не собираются отказываться от своих корней, но активно ищут точки соприкосновения культур, языков, быта. Это так называемое поколение 1.5. И одни из наиболее ярких его представителей – члены сообщества «Фишка». «Фишка» – это все одновременно и клуб по интересам, и общественная организация, и, и это, наверное, самое главное, дум. В который можно прийти, посидеть, поговорить, научиться чему-то новому или научить других. Вернее, это был дом. Да буквально нескольких дней назад. Муниципалитет Тель-Авива «Фишку» выселил, насильно подведя черту под почти семью годами деятельности. Что теперь? Григорий Бадо попытался выяснить судьбу уникального проекта. Десятки проектов – от киноклуба до литературной мастерской, от театра до кулинарных мастер-классов, от курсов для молодых родителей до работы с пенсионерами над созданием предметов искусства, встречи с деятелями культуры, политиками, информация для туристов – все это стало возможным в сообществе «Фишка», потому что каждый на своем месте делает то, что любит больше всего, а остальные ему не мешают. Как бы мы ни пытались овладеть ивритом совершенств, и вести себя как израильтяне, у нас все равно есть, мы знаем, кто мы, откуда мы. И когда мы вместе знакомимся и начинаем общаться, это дает нам ощущение принадлежности того, что мы находимся в своем месте. Дает ощущение, наоборот, наверное, помогает нам перестать себя чувствовать чужими в этой стране. А это ощущение, к сожалению, многих из нас, несмотря на 20 и даже 25 лет пребывания, здесь не оставляет. Семь лет сообщество «Фишка» в Тель-Авиве делает то, что с различной степенью успеха пытались осуществить государственные ведомства по культуре и рекламные отделы коммерческих компаний, думая, что отвечают на социальные потребности поколения. А оказалось, нужно просто дать поколению 1.5 самоорганизоваться в команду, где каждый может придумать свое мероприятие, получить поддержку друзей, благодарных зрителей и участников. Владимир Ташаев – шеф-повар, то есть художник по еде. В «Фишку» он принес проект «Кухня не моей бабушки. Готовим быстро и весело то, что раньше казалось абсолютно чужим, незнакомым и невкусным». Проект занимается историей и кулинарией еврейских, разных еврейских народностей, то есть это иракская кухня, марокканская, ливийская. На самом деле, самая главная идея этого проекта – это дать людям через еду, то есть через что-то очень-очень каждодневное заняться вопросами чуть-чуть поглубже, немножко вопросами о еврейской истории, истории, которую мы, как русскоговорящие, в основном не знаем, потому что мы знаем в основном только о своих диаспорах, о шкенадских, о сифарских диаспорах мы действительно знаем очень мало. Сегодня из-за формальных проблем с лицензированием помещений для бизнеса «Фишка» вынуждена покинуть свой дом на улице Эйлат-7, на самой границе между Яфой и Тель-Авивом. Съехать в никуда из дома, который считают своим, уже около трех тысяч человек из поколения полтора. Тель-Авивская мэрия пообещала найти новое помещение. Вещи же пока подождут на складе. Мы не закрываемся, говорят ребята, мы просто отправляемся в творческое путешествие. Григорий Бадо, Ближневосточное бюро РТВА, Теребиф.